Всем привет, ребят! Настало время рассказать про drag-and-drop. У меня уже третий раз про него спрашивают и, соответственно, уже пора рассказывать. Сегодня я вам расскажу полностью, как работать с файлами, которые дропаете, которые перетаскиваете, чтобы реакция была вообще и на файлы, и на папки, и даже и файлы папки, или исключения. В общем, полностью, всё полноценное видео про drag-and-drop. Но перед этим не могу не отметить отличного ученика, который уже чувствуется не ученик, а прям молодец. Сделал домашний, как видите, пошёл гулять. Смотрите, в прошлом видео по regex у нас было задание такое, чтобы написать какую-нибудь программу, которая пробивает IP и, соответственно, показывает всё. Нажимаем Get, и вот человек как сделал. Смотрим Japan, Tokyo, вот, пожалуйста, есть карта Google, есть, значит, координаты, всё как полагается. Соответственно, интернет-провайдер и так далее. Если мы сделаем ошибку, сделаем, например, 261, у нас будет загугли, как выглядит IP. IP не может быть больше, 255 в каждом блоке. Соответственно, здесь была ошибка. Ещё раз нажимаем, не получается. Убираем, проверяем, ещё раз нажимаем. United States, Massachusetts, Cambridge. Замечательно, смотрим. Всё работает. Вот такая вот домашняя отличная работа. Садится 5. Но сегодня мы смотрим drag-and-drop. Для того, чтобы использовать drag-and-drop на нашей форме, нам нужна какая-нибудь область, ребят. И для этого мы будем использовать панель. Бросаем панель на форму. И давайте сделаем её вообще побольше, потому что что-то всё сейчас будет не помещаться, я чувствую. Это панель. Ах ты, зараза, ускочила. Не люблю, когда так происходит. Панель. Тащим, бросаем. Ну и какая-нибудь вот такая вот область. Не важно, какой у неё размер. Давайте сделаем так, чтобы она ещё отличалась по цвету. Какой-нибудь... Нет, не ты. Какой-нибудь цвет у неё. Вот такой. Control Light. И давайте сделаем ей какой-нибудь там бордер, чтобы было заметно. Вот, запускаем. И смотрим. Вот, это зона drag-and-drop, в которую будем бросать. Что нам нужно, ребят? В первую очередь, у этого контрола нужно указать то, что на ней вообще можно что-то на неё бросать. И есть такое свойство у каждого контрола. У кнопки, у формы, у панели, у чего хотите. Есть такая штука, как и loud drop. То есть разрешать бросать. Делаем двойной клик, и у нас true. Но этого мало. То есть, если мы запустим программу, попробуем что-нибудь сюда бросить. Мы, как видите, вообще, когда перетаскиваем, ничего не происходит. То есть здесь нужно создать несколько событий сразу. Что это за событие? Переходим, значит, в панел события. И находим такую штуку, как drag-enter. И давайте читать, что за drag-enter. Происходит, когда элемент перетаскивается с помощью мыши в клиентскую область. Да, это то, что нам надо. Потом drop возникает при завершении операции. Это когда уже бросили. И нас интересует leave. Объект за пределы элемента управления. То есть, смотрите, вот вы навели enter, а потом leave. То есть, убрали. И вот давайте все их три сделаем. Значит, у нас есть enter. Дальше у нас есть, значит, leave. И есть, собственно, drop, который позволяет именно бросить. Вот с ними сейчас со всеми тремя будем работать. Значит, enter у нас будет при наведении, leave и так далее. Давайте, знаете, что еще сделаем? Сейчас пришло в голову. Надо написать какой-нибудь лейбл хороший. Лейбл. Бросаем его сюда. И пишем этот лейбл. Перетащите файлы сюда. Перетащите файлы сюда. Вот так вот будет у нас control называться. Ну и давайте его сделаем aftersize. Сделаем его таким вот размером сразу. Сделаем его выравнивание по высоте, по центру. Все дела. Вот так вот. И у него, значит, выравнивание. Мы сейчас сделаем тексты line самого текста по центру. Все. То есть мы еще должны менять этот текст. Вот для этого я сделал выравнивание. Итак, запускаем программу. Ничего не работает. Кстати, зачем мы запускаем? Ничего не работает все равно. То есть мы создали обработчики, но ничего в них нет. Давайте смотреть, как они работают. Для начала нам нужно разобраться с центром. Что это такое? То есть при наведении. Здесь мы вспоминаем, что студия нам создает такие вот сразу автоматические свойства. То есть объект, который вызывает этот метод. И, соответственно, аргументы. Если мы нажмем control, зажмем control и кликнем, то можем почитать. Что есть такое? Можно получить какие-то эффекты, разрешать эффекты, координаты и так далее. Нас это не интересует. Мы, главное, знаем, что точно можно какие-то аргументы посылать. С учетом, ребят, того, что это событие именно drag enter. Поэтому будем обращаться к этому событию. Точнее, к аргументу. То есть мы говорим аргумент E. Вот эта вот буква I. И от нее что-то там берем. Сейчас я чуть-чуть проскролю. Точка. Что мы хотим от этого получаемого элемента, который аргумент, когда мы наводим мышь, что-то получить. Мы хотим получить данные. Это так и называется. Data. Возвращать содержащие данные, связанные с этим объектом. То есть вот они прекрасно. Ставим точку. Смотрим дальше. Что тут есть? Get data. Извлекать данные, связанные с указанным форматом. Нет. Нам не надо извлекать данные. Мы это будем вообще делать вот здесь. Извлекать. Здесь нам нужно получить не get data, а get data present. Это булевое значение, которое определяет, является ли... Тра-ля-ля. Очень тупой описание, кстати. Смотрите. Определяет, является ли связанный с указанным форматом, используя значение типа boolean, для определения необходимости преобразования данных, хранимого в экземпляре. Это очень сложно читать. Я вам так скажу. И, значит, у нас обработчик. То есть некое бросание, да? Значит, data. То есть это некие данные, которые мы бросаем. Получить от этих данных представление. То есть с английского так и будет. Get data present. То есть вот этот get data present, как кому нравится читают, это значит получить представление от этой даты. И здесь уже пишем эту самую дату, как формат. Но пишем не какой-то стринговый. Вот если вы сейчас поставите запятую, он вам тут предложит. Там какие-то стринги, булл и так далее. Нет, я хочу представление получить от этого data format, как file drop. И поэтому пишу. Data format file drop задает перетаскивание файла. Все. То есть по сути, все, что вам надо запомнить, это вот эту строчку, да? То есть если вы запутались, как это работает. Но проще, опять же, как смотреть? То есть есть событие при наведении. Он, значит, принимает аргумент. Какой аргумент? Не знаю. Сейчас узнаем. Вот этот самый аргумент. Именно как только вызывается вот этот enter, мы в зону попадаем. Получаем данные, которые следуют за этим аргументом. То есть мы мышку введем, да? Потом получить представление от этих данных. Не просто data, а получить ее представление в виде дропнутого файла. То есть вот как это будет по-русски читаться. Но, как вы видели, это булевое значение. То есть нам это что дает? Ну, булл. А дальше что? То есть, опять же, запускаем программу, пытаемся какой-нибудь объект перетащить, ничего не происходит. То есть никаких этих. Поэтому, ребят, нам нужно это проверить. Является ли объект не просто мышка туда, там, да? Какой-то объект ведется мышкой туда. То есть что-то бросаем. Для этого мы запишем if. И дальше уже в скобках пишем, собственно, весь вот этот вот, так скажем, вопрос. If все это дело true, то есть если мы перетаскиваем, вот тогда что-то делать. Всего лишь добавили if. Не надо писать равен true, да? Или там равен false. То есть проще так вот. Нет true или true. В нашем случае, как мы знаем, не обязательно это писать. Итак, мы пишем, значит, если это так, то от этой самой и, как вы видели, был у нас эффект в подсказках. То есть что это за эффект? Возвращается, задает эффект перетаскивания для преемника операции перетаскивания. Эффект. Ставим пробел. Равно. Пробел. Он предлагает сразу drag-drop effects. Точка. Вот, пожалуйста. Сочетание всех элементов. Не надо. Копия. Данные из источника перетаскивания копируются в телеобъект. Вот это нам надо. Ну-ка, что еще есть? Переместить. Non. Link. Кто такой Link? Данные из источника перетаскивания связываются в целевой объект? Нет. Нам нужны копии. Вот, чтобы он сделал эффект копирования. Как это будет выглядеть? Давайте смотреть. Итак, если данные при перетаскивании представляем эти данные как бросаемые файлы drag-drop, то, то есть если это true, то вот этот аргумент и эффект будет создаваться вот это вот на этом событии, на этой панели, как копии. Давайте посмотрим, как это вообще в принципе выглядит. То есть я сейчас беру, перетаскиваю мыши, оп, у нас появилась такая вот штука, что мы можем drag-and-dropнуть. Бросаю файл, и ничего не происходит. Ничего не происходит, потому что как только я его отпустил, у нас сработал вот этот метод. Но он пустой, ничего не произошло. Это всего лишь чисто для эффекта. Давайте эффект расширим и запишем здесь такую штуку, как label 2 у нас там, да, получается уже текст равен отпустите мышь. То есть вот именно чтобы вот мы видели, что человек навел, и отпусти прямо теперь. И пишем отпустите мышь. Отпусти, отцепись. О, за твердую пятерку человек сказал, молодец, сейчас еще напишет. Итак, запускаем программу и смотрим, что у нас получается. Я перетаскиваю и вот, пожалуйста, отпустите мышь. Отпускаем. Ничего не произошло. Еще раз навожу. Ну и соответственно, туда-сюда, надо это, ребята, тоже продумать. Давайте это продумаем. Я сейчас буду писать не очень эффективно, как видите, то есть везде у меня клонируется код. Но лишь бы вы визуально понимали, как это работает. Как только у нас покидает мышь leave, мы снова пишем тот же самый текст, который был здесь. Сейчас я его скопирую и напишу этот текст тут. Перетащите файлы сюда и соответственно, когда человек бросает уже, вообще ничего не надо. Давайте проверим. Запускаем. Навожу мышь. Отпустите. Убираю. Перетащите. Отпустите. Перетащите. Перетащите. Отпустите. Отпускаю. Все. Отпустил. У меня пропал текст. Ну как пропал. Я его сделал так, что когда дропнешь, убери его. Таким образом, мы подбираемся уже все ближе, уже не к ливу. С этим понятно. Хотя пускай у вас на экране висит. Может быть, кто-то будет вспоминать, гуглить, скролить туда-сюда. И соответственно, пускай на экране все отображается. Нам нужно теперь как-то обработать это все на дропе. То есть, что-то мы бросаем. Как это записывается, ребят? Записывается точно так же. У нас есть некий и, то есть, какой-то аргумент. Был дропнул, да? То есть, есть некие данные, от них дата. И мы пишем, значит, не представление. Вот теперь нам нужно то самое извлечение, ребят. То есть, надо извлечь эти данные. Что это за данные? А здесь тоже самое пишем. Data Format. Data Format. File Drop. То же самое. То есть, я хочу представить там дропнутый файл как дропнутый файл. И, соответственно, тоже точка запятой и у нас все замечательно. Никаких ошибок, поправок, все это классно. Но, опять же, это что? То есть, это какой? Ну, дропнутый и что дальше? И вот здесь нам нужно как-то это все дело представить, да? Куда-то записать. Я хочу увидеть, например, как в Label, да? И поэтому я, например, напишу Stream Line, но это чисто для примера. Равен вот этой строке я хочу увидеть именно ToStream. Хотя лучше, конечно, так не делать. Но, как бы для примера, То есть, вот так вот. ToStream. Если бы, кстати, у нас был массив файлов, то есть, человек много файлов бросит, будет проблема. Вот смотрите. То есть, создам массив, Line, да? Там, Lines. То, вот, например, ToArray, такого нет варианта. И поэтому, ребята, вспоминаем такую штуку. Правильно представление строки должно быть вот таким вот образом. В прошлом видео я это рассказал. Помните, был Char, Int. То есть, это тоже один из способов конвертации. Ставлю брекеты, что это массив. Ну и, соответственно, здесь говорю брекеты. То есть, все, что я буду бросать, это будет, короче, массив вот этих брошенных файлов. Брошенных файлов. И бросили. Давайте назовем это Files, короче. И теперь, смотрите, я хочу, допустим, вот в тот самый, а не в тот самый, теперь в Label 1, вот я хочу увидеть в Label 1, что за файл я бросил. Я указываю из этого массива файл по индексу 0. То есть, самый первый файл, который вообще человек бросил. Файл. И, соответственно, пишу ToString. ToString и что это ты мне не поправляешь? Файл. А, Files. ToString. Где-то есть. Вот он. ToString. Хочу увидеть, что это за файл с нулевым индексом, который человек перетащил. Давайте проверим. Запускаем программу, перетаскиваю файлик, тык, и вот он показывает ToString его в собственном путь. Ты что это за файл я бросил? Еще раз. Значит, бац, отпустите мышь. А, кстати говоря, после этого можно даже не стирать текст, а тоже написать перетащите файл сюда. То есть, давайте я все это делаю, скопирую. Как только мы бросим, чтобы уже покрасивее смотрелось. Оп. То есть, вот, пожалуйста. Или, допустим, там результаты. И как только на больше, сразу будет отпустить. Не важно. Короче, вот он показал нам файлик. Бросаем, например, какой-нибудь другой файл. Вот он показывает полный путь. Замечательно. Но тут возникает вопрос, ребят. Что если файлов не пойми сколько много? Ну, вот сейчас я беру, например, сразу два файла тащу. То есть, он мне показал последний. Почему? Ну, потому что, точнее, нулевой индекс, то есть, он какой-то там посчитал и взял. Мне нужно какой-нибудь там первый, второй. Ты что делал? ForInt.i или ForEach? Мы, ребят, будем делать ForEach. Это проще намного. То есть, нам нужно для каждого файла, например, записать в строку. Например, как мы это сделаем? Мы записываем, короче, ForEach, то есть, для каждого, и в скобках открываем String, то есть, у нас будут стринги, File, In, и уже берем весь вот этот вот Array, весь массив, для всего, короче, вот этого массива, ForEach, для каждого файла вот в этом массиве, LabelText будет равен вот этому самому файлу, то есть, какой-то там отдельный, да, ну, тут уже без всяких ToString, просто LabelText будет равен этому. И давайте сделаем плюс равно, то есть, там каждый файл будет следующий перезаписываться. И, конечно, нужно будет сейчас сделать нам отступ, то есть, каждый файл будет записываться, еще пусть сделают отступ. Давайте смотреть. Выделяю, короче, три файла, бросаю сюда, и, пожалуйста, все три файла показал. Классно. То есть, мы теперь можем с ним что-то делать. Для примера, мы даже, знаете, что сделаем? Мы сейчас сделаем не ForEach файл, да даже ForEach файл, пускай, сейчас заблокирую эту штуку и сделаю для примера, чтобы мы увидели какое-нибудь нехорошее событие. То есть, мы сейчас сделаем файл Delete файл. То есть, то, что брошу, то и удалится. Сейчас я создам какой-нибудь там файлик, например, вот такой вот. Запускаем программу, перетаскиваем 1, 2, 3, 3, 2, 1, и оп, все, файлик улетел. То есть, ForEach файл улетел. Сколько бы я тут указал, столько бы улетел, короче. Давайте это все безобразие уберем и вернем лейбл. Таким образом, мы сейчас записали и поняли. Давайте смотреть, если у нас, допустим, вот есть какая-то там папка, и в ней, например, есть там какой-нибудь файлик. Вот я бросил, да, перетаскиваю. И он показывает снова папка. Ай-яй-яй, нам нужна была не папка, нам нужны были файлы, из этой папки. Но с другой стороны, возможно, нам нужна была и папка. И вот тут, ребята, сразу идет несколько сценариев. Тут сразу уже будет очень много. И тут напрягайтесь, прям внимательно смотрите. Для того, чтобы записывать все эти файлы папки, нам нужно проверять следующее. То есть, для каждого то-то-то-то-ро-то-то, я что говорю? или, допустим, пока это я оставлю. Я смотрю, if, задаю вопрос, if, вот такой личный лайфхак, который я чисто для себя сделал, который очень долго так вот сидел, что долго, как же мне его проверить-то? Я спрашиваю так, если директория существует, и в качестве директории я пихаю вот этот самый файл, и давайте, ребят, теперь у нас будет нифига не файл, я сейчас убираю вот этот вот, у нас будет некий, допустим, ну, что-то объект, я не знаю, какой-нибудь там обжик, допустим, обж, давайте вот так назовем обж, то есть это может быть или файл, или папка, и у нас как бы сценарий усложняется, да? Я говорю, если обж существует, как папка, тогда мне нужно добавить, как папку, но опять же, ребят, куда я его добавлю? В массив? То есть мне нужно сейчас создать массив, и вы такие догадываетесь, так, нужно создать какой-нибудь там пустой массив, например, стрим, например, array равен, и мы тут пустыми создаем, значит, array, это самый, то есть не очень круто, это все брекеты, даже не помню, как это, короче, ой, секундочку, то есть вот он пустой, или так что ли, я уже забыл даже, как он пишется, короче, нет, не так, array будет выглядеть, как, нет, брекеты, и вот скобки, да, то есть таким образом будет массив, но как сюда его вписать, get set, то ставит не вариант вообще, то есть пустой массив, еще можно null написать, но это тоже не вариант, ребят, и тут мне придется вас познакомить с такой штукой, как лист, список, можно делать, кстати, смотрите, допустим, сейчас все-таки создам string array, чтобы вы поняли, вот есть некий array, да, массив, и я говорю, что в этом массиве, он пустой вообще, а потом хочу в него что-то добавить, я должен сделать array, точка, по-моему, set, set value, ну-ка сейчас, set value, да, потом я говорю, сам value, который мы можем брать из for each, да, и индекс его какой-то, но, ребята, это очень криво, вот это вот так не делайте, ну, как хотите, но это очень долго, и при том, этот value я не знаю, откуда брать, поэтому, ребят, придумали такую штуку, как лист, лист просто так работать не будет, и мы сейчас знакомимся с еще одной штукой, generic collections, точнее, что там был, collections, generic, да, то есть, generic, generic, короче, collections, лист записывается следующим образом, лист, string, это список, ребят, это уже не массив, это вот, понимаете, две разные вещи, но, вот, в данном случае нужно именно массивом делать таким образом, то есть, я пишу, например, пути, paths, говорю, string, лист, paths, равен, new, лист, стрим, ну, и пустые скобки, то есть, немножко, кстати, на линк, если помните, похоже, что я говорю, я говорю, если директория существует, вот это вот, да, как директория, не как файл, я просто говорю, если это этот, и это дело следующим образом, .append, добавить, и тут возникает вопрос, что добавить, как добавить, и здесь мы делаем, что, directory, .getfiles, если я хочу получить, вот массив, да, вот этих файлов, которые есть в этой папке, откуда я хочу получить, из объекта этого самого, по маске, вообще любые файлы меня волнуют, например, я пишу, значит, звездочка, .звездочка, .потом я пишу, search option, кстати, можно сделать, да, все под директорией, короче, внутри под каталоги, то есть, вот что я делаю, я добавляю, ну-ка, append, что мне нравится, append, append, а, нет, add range, по-моему, это добавляет элементы, да, вот все правильно, есть add, добавляет один элемент, но это элементы, то есть, смотри, если директория существует, obj, то, что я делаю, я в этот самый список, лис, добавляю ряд, то есть add range, и в качестве ряда я должен указать файлы, которые есть внутри, и это дело следующим образом, directory.getfiles, получить все файлы вот этого объекта, которые внутри, короче, и плюс под каталоги, если же этого нет, если этой папки нет, и это файл, то я говорю, в качестве путей, добавь, добавь уже не range, а просто объект, уже просто add, видите, добавляет объект в конце очереди, не ряд объектов, не элементы, добавляет элементы, нет, просто add, и говорю тот самый obj, то есть это объект, как просто у нас, какой-то там объект, то есть какой-то там файлик, и все, теперь смотрите, ребят, если я бросаю сюда, значит, папку, ничего не получается, почему не получается, потому что мы ничего нигде не записываем, то есть мы должны писать в label text1, label, точнее, 1.txt равен, значит, у нас будет весь этот path, надо конвертнуть вообще в строку, чтобы покороче, я просто не хочу сейчас разбивать, что-то там эти, string builder, короче, PES, не, не PES, вспоминаем, я это показывал вам, шпаргалки работ со строками, как это делается, я делаю отступы, и, соответственно, здесь я пишу этот массив, точка с запятой, вот, я хочу так увидеть, кстати, секундочку, он напишет мне label text, весь этот, нет, он напишет мне в одну строку, то есть, это нехорошо, ну, давайте проверим сейчас, что-то не очень, так, бросаем папку, новая папка, а чё там, там один файл, ну-ка, ещё раз бросаем, ещё раз тащим, вот, всё правильно, то есть, он пишет нам весь массив, всё правильно, даже коротко прям получается, я думаю, прям будет очень много в конце кода, ещё раз бросаем, смотрим, вот, пожалуйста, он получает вообще все файлы, при этом, ребят, если у вас получается ещё и файл какой-то, то есть, вы берёте вот так вот, и тащите, и папку, и файл. И вот, пожалуйста, без конфликтов у вас есть. То есть с этим я понял у людей проблемы, не знаю, как им это указать, как так схитрить, чтобы он понимал и файл, и папки. Очень просто. Вы проверите директорию на существование. То есть неизвестно, обжект, файл дробнутый, это у нас вообще что? То есть это файл или папка? Я говорю, что вот этот самый объект, если он папка, если он как бы есть как папка, то, соответственно, потому что если вы файл бросите, винда как бы отличает, да, C Sharp, то есть вы файл приятели папку. Соответственно, таким вот образом мы это легко обошли. И вот давайте еще раз, значит, посмотрим. Лив у нас работает, все работает. Давайте еще что-нибудь выделим. Наводим, убираем, навели, бросили. Все. В следующем видео я вам покажу, как сделать так, чтобы вот эта зона drag and drop была нормальной. И еще, очень важно вам сейчас знать, то, что без отключенного юзер аккаунт контрола вы не сможете нормально пользоваться drag and drop. То есть если учетка даже там административная, но работа у АКа этот самый, контроль учетной записью, у вас будет проблема, ребят. И для этого ну вы ничего не... Нет, кстати, есть один обход, очень интересно. Если кто-то успеет, напишите в комментариях. Но я находил в нете только один случай, как можно это обойти. Но, ребят, там нужно делать такую штуку, которую я лично не хочу так делать вообще. Не знаю, это какой-то... Пока что я не считаю, что правильно так делать. Разрешить небезопасный код. Вот единственный вариант. И, соответственно, там такой прям огромный лист, где написано, как это заставить юзер аккаунт контрол не обращать внимания на то, что ты перетаскиваешь. Вот, увы, это так. Кстати, чтобы это дело обойти, мы можем сделать что? Мы можем сделать событие на клик. То есть человек не может перетащить файл сюда. И мы можем как делать? Программа у нас запускается. И в... После инициализации или в обработчике ло, да, если мы кликаем сюда, мы можем проверить, включен ли у человека через реестр, можем проверить УАК или нет. Если он включен, то мы можем текст вот этот сразу же менять на другой. Соответственно, типа кликните сюда, чтобы выбрать файл. Типа выбрать файл, нажмите сюда. И вот смотри, давай сделаем двойной клик на, собственно, эту панель. Ну и точно так же, например, на вот эту. То есть что произойдет? По лейблу, либо по собственной панели. Ну, нас интересует конкретно панель. Давайте я еще уберу. Это можно, опять же, разуниверсалить все, чтобы в каждом был, там, не знаю, одинаковый этот обрабатывался. Но мы кликнем тупо на панель. Итак, что мы хотим? Есть такая штука, ребята, вот здесь вот. Кто-то также спрашивал в комментариях, расскажи про OpenFileDialog. Сейчас я вам покажу OpenFileDialog, где он находится. Да давайте, знаете, я даже не буду его тут искать, я его прямо здесь сейчас запишу. Это может мне прямо тут писать. Мы пишем OpenFileDialog, ну и, допустим, там файл равен new OpenFileDialog. Вот. Я создал некий экземпляр, короче, диалог файла. Потом я говорю файл. Я хочу, чтобы диалог имел некий тайтл, то есть есть заголовок. Класс. Как всегда, за мной справляется. Я говорю тайтл, и заголовок будет равен чему? Укажите, укажите какой-нибудь файл. Укажите, допустим, какой-нибудь файл. Почему я пишу какой-нибудь? Потому что, ну, чтобы мы точно убили, что это не винда так умеет, да, а мы, это наш текст точно. Укажи. Даже не укажите, а укажи. Вот так вот. Дальше идем. Файл, точка. И здесь мы должны указать шоу-диалог. Сейчас скажу, что нам нужно еще указать. В принципе, директорию только указать. Ну-ка, я сейчас, ну-ка, как она называется, не помню даже. Директория или сет-директория. Так, давайте листать. Вот, к сожалению, я не помню все наизусть. Это невозможно вообще помнить, как вы понимаете. Как-то это называется директория. Какая-то стандарт каталог или рестор директория не то. Шоу-диалог не то. Тайтл, тег, шоу, ред-онли, не то. Не то. Рестор, ресет, нет. Как это? Во. Вот. Ну-ка, возвращает. Во, начальную папку. Ну, это, опять же, по желанию. То есть, хотите указывать, хотите нет. То есть, он у вас будет по умолчанию искать там то ли в документ, то ли хрен пойми где. Я обычно вот указываю так вот. То есть, я указываю где? С рабочего стола, например, сет, двоеточие, юзерс. Вот я хочу, чтобы openfile диалог у меня, вот, я раз драгон-дробно работаю, я хочу, чтобы он мне с рабочего стола предлагал. Ну, это, опять же, по желанию, да? Пишем, значит, админ, чё там, c, юзерс, админ, десктоп. Вот. В моём случае это вот такой вот путь. То есть, давайте проверим. Это событие на, значит, какой пейнт? Ай-яй-яй, ребята, это не пейнт. Это нифига не пейнт. Убираем это отсюда. Сейчас ошибка появится, уберу. Нифига. Вот, вот видите, как сам себя сейчас. Я вам говорил, лучше не кликайте. Ещё раз. Нам нужен клик. Это событие на клик. Вот оно. Вставили. Вот. И давайте проверим. Сейчас я ткну на эту панель. Нет. Диалог не открылся. А, не открылся, ребята, потому что мы ещё и вопрос не задали. Смотрите, как это выглядит. Иф, значит, как мы там назвали? Файл, точка, шёл диалог, как-то так. Да, шёл диалог, будет равен, диалог, результат, окей. Помните, как с месседжбоксом похоже? То, что там сделать. Смотри. Запускаю, короче, тыкаю. И вот у меня открывается наш диалог. И пишет, укажи какой-нибудь файл. И, как видите, у меня полностью рабочий стол. Всё. То есть, таким образом, если у человека нет drag-and-drop, можно как бы кликать на эту панель и указывать какой-то файл. Ну и, соответственно, если он кликнул, то, соответственно, вот этот файл нужно показать. То есть, я хочу записать в label, точка, один текст равен этот самый файл. Но, опять же, из-за того, что это диалог, его надо сделать его имя. Это у нас, по-моему, файл name. File names, file name, если не ошибаюсь. Сейчас проверим. Если это он так, значит, кликаем. И, допустим, выбираю какой-нибудь сейчас, ну, любой там, известно, in.ru. Да, то есть, это всё правильно. Вот так вот, ребят. Таким образом придётся обходиться, если не работает у человека drag-and-drop. Если вы хотите именно хакнуть так, что прям это, есть в сети способ. Или, может быть, кто-то найдёт короткое и более элегантное решение. Я не нашёл. Если кто-нибудь поделится этим, я обязательно этим поделюсь. И, естественно, винтен-твикер добавлю. Потому что, ну, как вот, да, вот. Вот такой вот control, user control, лаг, всё такое. Ставьте лайк. Теперь вы знаете, как работать с drag-and-drop. Вы полностью об этом знаете. Во второй части видео я вам расскажу как раз вот про этот самый paint. Как нарисовать красивую зону. Не бросать сюда картинку, а сделать так, чтобы вы какую её не подвиньте, как её не раздвигаете. Она всегда будет красивой. Пунктирчик будет ровно расставляться. Очень короткий мой личный такой кодик, который всё это исправляет. И, кстати, также будет реагировать на наведение-уведение. Ставим лайк и переходим дальше.